Всем добрый день! Снова для вас записываю видео про наш город Харьков и про нашу волонтерскую деятельность. Боюсь я сглазить, потому что у нас уже, знаете, такая нехорошая традиция сложилась, что утром с воскресенья на понедельник по Украине прилеты интенсивные и попадания по критической инфраструктуре. И потом все города в течение недели пытаются восстановиться. И, конечно, мы переживаем, что сегодня ночью с воскресенья на понедельник тоже что-то случится или это будет рано утром в понедельник. Поскольку у нас были такие прилеты, что сразу останавливалось метро, останавливался весь наземный электротранспорт, ну и, соответственно, у нас попадание по критической инфраструктуре. Официально более 40% разрушено критической инфраструктуры и города у нас верно отключаются от света. Причем есть такие микрорайоны, есть такие города, где света в общей массе нет и по 8, и по 12, и по 14 часов где-то отключена вода. А вот сейчас очень сильно страдает Киев. Я даже на свои слова накладываю фотографии, которые можно найти в общественных пабликах и увидеть даже видео, как Киев отключается от электричества. Причем, насколько я знаю, люди жалуются, что нет в четких графиках и каждый день определяется, да, какой регион, какой город, какая область, какой там в этой области район, в свою очередь, будет отключаться от электричества. Поэтому четко подготовиться, быть к этому и морально готовым, да, и физически, то, что ты там можешь приготовить какую-то еду, потому что у многих электроплиты. Такого нет. Плюс, когда попадают по критической инфраструктуре, очень часто нет воды, и это тоже большая проблема. Но у нас в городе, тут опять-таки, боюсь глазить относительно тихо, да, несмотря на то, что мы уже морально готовы, в чем вот эта наша подготовка, да, проявляется. В том, что мы набираем, конечно, ванну воды, всевозможные посудины, баклажки, ведра, плюс у нас полностью заправленные машины, поскольку, ну, вы представляете, да, АЗС, нет света, соответственно, ты не можешь заправиться. Да, какой-то набор продуктов, и, соответственно, у нас полные зарядки у телефонов, но, в общем-то, готовы, готовы, да, к тому, что может быть что-то худшее. И у нас еще были прилеты на прошлой неделе, проговорила, сейчас вот только где-то что-то было, нужно подсмотреть в новостях, блин, вот так вот, да, не знаю, да, вот реально боюсь глазить. У нас был прилет по промышленному предприятию, это было в 23.00, по Москве это было в 12 ночи, я вот тогда уже от этих прилетов проснулась, было 3 мощных прилета, и думаю, блин, ну, ну, как золушка, да, вот сейчас тыква превратится, или карета превратится в тыкву. В общем-то, вот так вот мы и живем. И у меня, простите, что я долго не выпускала видео, мне, правда, у меня такая тяжелая неделя была, я вас искренне благодарю за ваши донаты, за вашу помощь, мы существенно помогли Кристине. Я дальше просто выложу ту нарезку видео, которое я отсняла. К сожалению, Кристина пока что, не могу сказать, что все очень хорошо и гладко с мамой, мы настояли таки, да, и Кристина уже договаривается, что нужна консультация нейропатолога. Нейропатолог, который долго-долго не отвечал, наконец-то ответил, сказал, что здесь нужно обращаться к психиатру. В общем-то, ну это логически, да, при такой проблеме с мамой, что нужна консультация психиатра, поскольку нужно, сейчас она проходит лечение, скажем так, восстанавливающие маломальские сосуды головного мозга, но нам нужны препараты, которые будут восстанавливать, ну, скажем так, эмоциональный стан, эмоциональное состояние, простите, да, и ее память. Поэтому дальше, дальше будет. Я вам покажу, конечно, видео, что девочки все, вот вся, да, семья, ребята, они стараются поддержать, и не только маму, бабушку, слава Богу, к ним приходит мамина подруга, тетя Наташа, которая их, вот как двигатель, да, помогает им, во-первых, готовить, во-вторых, она помогает им соблюдать чистоту. Вы, конечно, видите видео, в каких условиях живут они, но я сразу вот отсекаю, мне многие люди писали и спрашивали, да, неблагополучная ли эта семья, она неблагополучна только лишь в том, что им не хватает хронических денег. Мы сколько раз приезжали внезапно, никогда мы не видели ни разу, чтобы кто-то был пьян, или у них были какие-то пьяные люди. В доме не накурено, в доме, слава Богу, тепло. И вот сейчас тетя Наташа пытается их подвигнуть к тому, чтобы сделать ремонт. Они вот нам так говорили, ой, мы тут затеяли ремонт. Вы не переживайте, донатские деньги не идут ни на какой ремонт. Кристина прекрасно отдает себе отчет, что это деньги на лечение мамы, и все сейчас имеет свою цену. Они приводят просто дом в порядок, ну где-то может быть подкрасить, где-то что-то почистить. Поэтому, когда вы слышите, да, вот такие там, ну мы затеяли ремонт, это не за донатские деньги. Все, у Кристины под контролем, она все тратит на лечение мамы. Потому что, да, я понимаю, что был психологический момент, что нужно, да, нужно сейчас за все платить. Ну и благодаря вашим донатам мы еще несколько людей обеспечили лекарствами. Мы были у бабушки одинокой, которая страдает, ну там полный комплект, да, и сахарный диабет, и проблемы с щитовидкой, и с суставами проблемы, привезли целый пакован. Я, к сожалению, не засняла. Вот знаете, может быть к сожалению, может к счастью. Я и так буду ретушировать некоторые моменты, потому что мне не хочется, чтобы вы видели людей в их неприглядном виде, да. Ну это еще низко, это не морально, не этично. И вот эту бабушку мы уже когда дали, она стала идти, она просто плакала. Вот бабушка так рыдала, мы ее уже успокаивали. Ну конечно, у меня не было в мысли даже достать телефон и заснять ее слезы. Но еще очень тяжелая для нас ситуация, это то, что есть у нас подопечный, я его тоже изредка в своих видео показывала, инвалид, колясочник, у которого ампутирована одна нога. И вот все время боевых действий мы приезжали к нему, потому что человек не то, что не может куда-то в подвал спуститься, эвакуироваться, да. Он не может элементарных вещей, не может пойти себе даже купить каких-то продуктов. И в общем-то нам его передали соцработники, и вот соцработница пишет нам, что он попал в больницу, и ему буквально несколько дней назад ампутировали палец на второй ноге, которая целая. Мы по ее просьбе памперсы предоставили, кстати, за памперсы отдельное спасибо одной из моих подписчиц, Валентине, потому что она передавала нам их из Италии. Так вот, мы памперсы приготовили, мы купили стерильные бинты, и все как просили. Мы купили диабетон. И вот буквально вчера вечером, ближе к 12, да, в 11 вечера, мне написала соцработница, что ему, к сожалению, будут ампутировать ногу выше. И что ему нужен инсулин? Вот бинты. Вы знаете, многие люди, ну, наверное, кажется, что этого не может быть, да, когда в больницу просят бинты, элементарные вещи. А вы знаете, я радуюсь тому, что, слава Богу, не просят перекиси, не просят зеленку. Но это реалии. Это наши реалии. Вот. То, что просят, я вот вам просто скрины даже показываю, это запрос больницы. Поэтому мы сегодня приготовили еще одну пачку памперсов. Мы купили инсулин. Причем, знаете, я когда в аптеке брала, есть инсулин. Они говорят, какое там короткого действия, длительного действия. Как бы, я говорю, вы знаете, все равно. Сказали, все равно. То есть, настолько вот ситуация аховая и патова, что мы просто вот взяли инсулин на бунт, да. Инсулиновые шприцы у меня на базе были, я их доложила. Вот. Вот, взяли мы по просьбе Лева, Миколь, опять-таки, много перевязочного материала. Что там про норму. В общем-то, все, что нужно было, то, что просили, мы приготовили, завтра будем передавать. И человек, как бы, он никому не нужен. Просто вот, слава Богу, что есть такие соцработники, я ими восхищаюсь искренне. Я не представляю, насколько это тяжело помогать таким людям. И вот, завтра передадут, да, потому что человек лежит просто-напросто в коридоре. В коридоре больницы, ну, вот, некому и за ним следить. Так что, вот такая вот у нас ситуация. Я это очень болезненно воспринимаю. Я этим живу. Я за все это переживаю. Вот эта вся неделя у меня вот такая вот. Ну, я обещаю, что скоро я выложу видео в тематике канала. Они отсняты, мне их только надо порезать и вам показать. Ну, а дальше видео от Кристины. Видео, как мы ездили за лекарствами, да, что мы покупали. А вам же желаю мирного неба над головой. Берегите себя, берегите своих близких и будьте здоровы. Будьте здоровы. Ах, 3 ноября эпопеи наши продолжаются. Спасибо огромное тем людям, которые откликнулись на наш призыв и продонатили на Кристину. И отдельное спасибо тем людям, которые вот доверили деньги, да, и без пометок. Я в своем видео говорила, что если вы хотите целенаправленно в семье Кристины, подписывайте Кристина. Если вы доверяете и на помощь другим людям, просто скидывайте без всего. И были такие люди. Кристина, к сожалению, не выходит на связь. Вот мы сейчас едем домой. Я уже докупила шприцы, докупила системы. То есть, потому что сомневаюсь, что Кристина могла все это дело купить. Плюс мы сняли наличные деньги. Мы сейчас везем 8700 гривен. Отдаем Кристине. То есть, это то, что на данный момент вчера вышло видео. Сняли, чтобы у нее были наличные деньги. Потому что, как бы ни парадоксально звучало, даже человек в очень плохом состоянии, МРТ, скорее всего, за бесплатно никто не сделает. И чтобы лечь в больницу, нужны наличные деньги. Вот. Дополнительно мы купили еще вот это вот все бабушке-инвалиду. Видите, удачно бабушка мне писала с просьбой, помогите хоть чем-нибудь. Хоть чем-нибудь. Вот благодаря вашим донатам и бабушке. И вот сзади у меня лежат памперсы, диабетон и стерильные бинтики. Это нашему инвалиду, которого я тоже показываю в своих видео, колясочник, без одной ноги. Он в больнице. И ему уже ампутировали на здоровой ноге, на второй. Ну, она уже не здоровая, да, но ампутировали палец. И попросили у нас памперсы. Попросили бинтики. То есть элементарные вещи нужны. Поэтому вот благодаря вашим донатам мы еще нашему инвалиду сегодня даем. В общем, едем к Кристине. Очень переживаем, что случилось, почему она не выходит на связь. Едем к нашей Кристине. Вот деньги отложены. На связь так она пока не вышла. Вот шприцы и система везем. Уже так. Тут и должен быть сестра, брат, надеемся. Надеемся, что все хорошо. Есть, конечно, у нас смутное сомнение, что Кристина могла заложить или продать свой телефон и остаться без связи. Не хочется в это верить, думать про это. Кристина. 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 здрасте привет боже кристина ты нас напугалась телефон сломался шприцы что мама часто и гости на больнице лидом дома не надо не надо поворачиваем кристиник нашей лекарства деньги продукты мама дела прошлый раз мы когда приезжали не все было чистенько натоплено кристина говорит но как бы стараются поддерживать чистоту потому что в любой момент могут приехать органы опеки опекуном насколько я помню является бабушка которая тоже в возрасте потому чтобы не было никаких проблем не сами заинтересованы стараться чтобы не все было чисто опрятно было мамина подруга у которой у саму 6 лет как лежит после инсульта тоже помогает им но в плане приготовить покушать дом вы сами можете увидеть в каком состоянии дом то есть дом еще до революционной постройки он там 1914 года вот уже собака лает граф лает узнаем как дела в будущем из продукта муки сегодня много потому что кристина любит выпечкой заниматься нет игорь это шелохова так не должен быть так вот прокладки прокладки кристина ой здрасте боже здрасте привет зеркал Так, маме еще бифреналгезин. Здорово, здрасте, девочка. Боже, как дела? Нормально. Здрасте, бандит. Слышишь, не ответил вот этот вот невропатолог? Здрасте. Пытаемся, пойду в третью поликлинику. Буду достучиваться до них, чтобы приходили. Ты смотри, если у вас есть семейный врач... Мы к вам приезжаем чаще, чем до своих мам и пап. Короче, ты можешь, смотри, через семейного врача, если есть телефон, позвонить и сказать, что маму вы, допустим, капаете. Вам нужна консультация невропатолога. А вам семейный врач может подставить, как можно вызвать из поликлинику. Ее нет просто, стойте. Мне надо идти в третью поликлинику договариваться там. Понятно, но уже лучше. Смотри, Кристина, твоя задача, если невропатолог договорится, визит может стоить минимум. Ты в любом случае соглашайся, чтобы он пришел ее, посмотрел. Ну, конечно, это не обсуждается. И вам, вот, основное, это, чтобы вам дальше расписали вот эту систему для восстановления памяти. Потому что то, что... Идемте, Пошу, покажем. Пошли. Мы разрешим их сделать. Молодцы. Молодцы. Шикарно. У нас сегодня Наташа настроила. Поздравляю. 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 Здрасте. Здрасте. Как дела? Она здесь не слышит, но это все. Ой, я... Мама, ты помнишь, кто такая Валерия? Это Валерия. Помнишь? Я в гости к вам захожу. Валерия, помнишь, вы до помогла приезжаете? Да ладно. Это... Ну, вы мне скажите, вы хоть таблетки пьете? А кто пичкает? Кто пичкает? Кристина. Кристина должна, обязана. Все будет хорошо. Лады? Короче, Кристина, смотри, бифрен я взяла, я посмотрела, потому что его там назначили на месяц, а в упаковке, по-моему, 20 капсул. Там еще был у нас еще и до этого оставался. Все, все нормально. И смотри, налгезин я принесла. Один просто налгезин, один написано форте. Форте дозировка выше. Вот когда у мамы, не дай бог, сильная головная боль, даете форте. Я забыла просто сказать... Ну, она и так головная боль, она не проходит, потому что мы понижаем давление. Мы встаем в туалет. Да. Входим в туалет? Нет, просто если нужны будут там пантерсы или пегронки, чтобы вы заранее сказали, потому что с ними как бы проблематично. Все, ладно, я ушла. О, боже, я натоптала. Все, будьте здоровы. Тебе, слушай, Кристин, тебе там муки? Да, тебе муки. Я же нашу выпечкой занимаюсь. Я муку закупала, когда мне тебе не приходила, мишок взяла. Ну вот. Давайте. Все, давайте. Гарбур. Нет, потом в следующий раз. Все, берегите себя. Давай, Кристина, там потихонечку кто-то капает. Будем по возможности. Да, мы, думаю, может капельницы брать, она их вырывает. Она автоматически... Будем нейроксон капать, мы живем внутривенно. Да. Вы в таблетках хотите? А лакорб, и потом будет нужен таблетка после капель. Ну, после внутривенно. Если успеете, чтобы вас нейропатолог точно назначил, он может поменять тактику, чтобы у нейтроноды и деньги не платить. Ну, если еще свести, что нужно будет. Это же как хорошо. Все, я так... Я как это вас радую. Давай, берегите себя. Давай. Все. Все, до свидания. Всего доброго. Пока-пока. До свидания. Давай, давай. Пока. Пока.